Привет, меня зовут Тарас Бурлак, я игрок футбольного клуба Рубин. Сегодня мне бы хотелось рассказать вам о тех бутсах, в которых играю я и посоветовать вам, какие бутсы выбрать для разных полей и разных покрытий. Я лет в 20 или в 19 подписал контракт и как-то привязанность была именно к одной модели, вот у меня Tempo модель. Для атакующих удобнее другие бутсы, потоньше, полегче, мне не знаю, у них удобно, комфортно, плюс подъем у меня такой, они маленькие. Я просто пробовал другие бутсы, ваперы, мне они не подходят, подъем не лезет, видимо, не для меня бутсы. А это, наверное, такой, ну, в командах, где я был, везде говорят, что чисто вариант для защитника. Но действительно в них играют, насколько я помню, и Пике, и Рамос, по-моему, в этих играют. Я как защитник, я, в принципе, никогда не играю в 13, только на искусственном поле, потому что все равно мне нужно, ну, чтобы было сцепление с полем, потому что если, не дай бог, упаду, то смысла нету, потому что меня уже там уже никто не подстрахует, поэтому я стараюсь играть постоянно именно в смешанных бутсах, и микс идет пластмассовый с железными. Ну, эти железные крутятся, их можно больше, меньше, там, то есть в зависимости от размера. Здесь, по-моему, у меня стоит 15, нет, 13 и 11, можно поставить побольше, сюда 15, сюда 13. Но я как-то в этих играю, и неплохо все чувствую. Дверцы закрыты, а шлагбаум опущен. Это Тарас Бурлак. Здорово, надежно сыграл в баррелье. На Сахалине, когда я был в Самаре в первой лиге, там был просто вообще бетон. Никакие бутсы не помогали, у нас даже два человека играло в шиповках в тот матч. Один нож на замену вышел, и вторым касанием забил в шиповках. А из зеленых, настоящих, наверное, плохое было в том году в Самаре, очень плохое, когда мы играли с Краснодаром. Ну, Краснодар же играет в комбинационный футбол, старается, пас-пас. А там поле было вообще, я даже не знаю, как сказать. Ну, все прекрасно видели, все показывали по телевизору. И мы думали, что сейчас, ну, хоть на этом поле у нас будет с Краснодаром шансы. А они приехали нам, просто четыре загрузили. Единственная команда, которая в том году нас полностью переграла. Три ноли, четыре ноли. То есть там, видимо, дело не в поле. Смолов, низом штрафную, это правильное решение, шикарная атака. По сканировке все в грязи, здесь трава, здесь куски грязи. Ну, элементарно сначала под горячей водой, естественно, моешь, щеточкой. Ну, ничего такого, я бы не видел, чтобы кто-то из футболистов там кремом мазал или еще что-то. Ну, я знаю ребят много, кто, даже у нас в команде, кто не моет бутсы. То есть там, если их не помыть, то, понятное дело, что будет все в грязи. И они в пастухари превращаются, как мы говорим. Ну, а после тренировок мы просто их вешаем. Специально есть такая у нас, я не знаю, полочки, наверное, для бутсы. Мы их вешаем, чтобы они просто держали форму. И бывает, когда новые бутсы, то растяжки используют. То есть специально покупаются. Ну, во всех магазинах для обуви растяжки, чтобы форму чуть-чуть растянуть. У нас некоторые ребята в команде просят. Эдик администратора, он сам прошивает, чтобы не расходились. Потому что бывает, зависит не от магазина, а от того, кто их делает. То есть мне вот, например, эти бутсы, когда они только пришли, мне их прислали первый день. Я сыграл, по-моему, мы играли с крыльями. И я сыграл, и у меня они просто вот здесь порвались. Если ты играешь, допустим, на такой синтетике или на чуть-чуть лучшего качества синтетики, потому что сейчас, естественно, что есть по лучшему качеству или играешь на зеленом поле, то есть на травяном, то самый подходящий вариант – это обычные 13-шиповые, пластмассовые. То есть их, они в каждой фирме есть, там, Nike, Didas, Puma. Также на искусствах, я считаю, можно сыграть, именно, я думаю, что, наверное, ну вот. Это больше для зала. Ну, наподобие таких можно в шипах сыграть или вот в этих. У меня таких не было, я играл в кедах везде. И на искусственном, и на зеленом, и на резинке. Везде. Гоша Нуров, который здесь тоже был в Рубине, знаю, что, когда был маленьким, еще когда мы были в Локомотиве, в интернате, за него ходили слухи, то, что он перед играми с гуцами разговаривал. То есть там какие приколы в голове. Да, удар, поворотом, гол, пятый гол в сезоне забывает Нуров. Я уже, наверное, например, даже исчез, даже не помню, какой был перед вот этим цветом. Какой цвет был, поэтому сложно вспомнить. Голубой с зеленоватым, помнишь? Да, 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 рыжий к ним играет сейчас, да, да, да. Хотя мы новые пришли, но он говорит, что, так как он старый, говорит, мне нужно их чуть-чуть отложить, чтобы потом достать. Когда, говорит, мне уже никому не нужен буду, бутсы мне никто давать не будет, я их потом по сундука достану и, говорит, буду играть. Поэтому да, я с ним разговаривал на этот счет. В моей карьере в премьер-лиге было не так много голов. Первый гол я забил в дебютном матче за локомотив в игре «Зинамо». А второй мяч я забил в свои ворота. То есть это был автогол. В каком матче и с каким соперником был забит этот гол. Тот, кто первым ответит правильно на этот вопрос, получит от меня и от фирмы «Найк» именные бутсы своего размера, со своим именем или фамилией. Это уже вы выберете сами. Отвечайте, побеждайте. Победитель получит классные бутсы. На этом все. С вами был Тарас Бурлак. Болейте за Рубин, играйте в футбол. Смотрите Рубин ТВ. Увидимся на матче. По-моему, хорошо было.